Привет, это «Наброски». Очередной наш выпуск таких маленьких моих мыслей по ходу и по поводу. И сегодня я хочу несколько слов сказать про то, что такое цена имени. Цена твоего имени, которое ты делаешь, строишь, стараешься и потом во что это выливается. Повод очень простой. Все в курсах, все его обсудили, все показали, все прокричали. Это история, в которую попала Ксюша Собчак. История «кошмарная» без кавычек, потому что она кончилась гибелью совершенно неповинных людей в автокатастрофе, о чем вы теперь все знаете. И я говорю так уверенно, теперь все знаете, потому что сегодня любой чих, любой шаг, любое слово, любое событие, которое связано с именем Ксении Собчак, становится известно всем. Это цена имени. Она сама с постройкой своего имени работала десятки лет. Я был тому свидетелем, я знаю ее с ее восьмилетнего возраста. И она всегда вела себя так, чтобы о ней много говорили. Сначала в школе, потом в городе Ленинграде и Петербурге, где она жила, потом в Москве. У нее есть это удивительное чувство, как бы, составлять о себе говорить. Но в данном случае она совершенно ни при чем. Абсолютно ни при чем. Она была пассажиркой автомобиля «Мерса», который гнался по новой олимпийской трассе, уж куда она там спешила, в аэропорт, кажется. Но что получается? Что стало следствием этой катастрофы? На ни в чем не повинную женщину. Она может какой угодно, плохой, хорошей, вы можете ее любить, не любить, погнали хейтеры с дикой силой. В чем только ее не обвиняют. Причем сегодня же это можно делать легко в интернете, вываливай, что хочешь. И начался такой галимый хейт против нее. А потом началась вторая волна. Это совершенно новое явление, а с таким не сталкивался раньше. Хейт против хейтеров. То есть другие граждане встали на защиту своей любимой Ксении Анатольевны и стали гнать на этих. Такой сорт гражданской войны вокруг одного имени. Это ужасно с одной стороны. А с другой стороны объективно, потому что это цена этого имени. Замечательный Дима Михеев, глава комсомольской правды в Краснодарском крае, выложил у себя в телеграме как раз кусок видео. Он проехался по этой трассе в этом самом месте, где произошла катастрофа с участием этого Мерседеса. Когда-то там была старая дорога горная. Она называлась дорогой смерти. Там действительно валились куски скалы, камни на дорогу. И страдали люди часто. Под Олимпиаду построили новую. Она узкая, она двухполосная фактически. Одна полоса в одну сторону, другая в другую. Там сплошная осевая. Там нельзя ни выезжать, ни перестраиваться. Там знаки на ограничение скорости. Ну, естественно, всегда ли мы соблюдаем знаки. Особенно, когда мы едем в большой дорогой машине, да еще и спешим. И тем не менее, хотя речь в первую очередь, конечно, идет о трагедии, в которой погибли ни в чем не повинные люди. Я говорю о Ксюше и о том, как несправедливо себе на нее напустились. Это цена имени. Цена имени, которая ты делаешь, и которая для тебя делают, и за которую потом приходится платить. Сегодня в первую очередь, потому что сегодня интернет проник уже в каждую нашу клетку, в подкорку, под ногти, куда угодно. Интернет теперь везде. Если отмотаться лет на 15 назад, то мы вспомним историю, которая случилась с заклятой подружкой Ксюшей Собчак, с ее альтер-эго Тиной Канделаки. Тина Тин, пардон, Гивиевной. Потому что она теперь очень большой начальник, очень жуткий большой начальник. И вся из себя такая пафосная бизнес-дама. Тогда она была телезвездочкой, значит, работала на канале СТС под руководством Александра Роднянского. Вела там разные передачи, самые умные. Вела интервью со знаменитостями, сидя с наушником, куда ей подавала вопросы ее редакторша Билан Наталья. В общем, Тина Канделаки была большая звезда. И вот вдруг пошли слухи, что она попала в аварию. Да нигде-нибудь, не в Сочи, хотя на югах, а в районе Ниццы. И не на Мерседесе, а на Феррари Энцо. И это была машина одного знаменитого россиянина, который вроде бы как бы не муж Тина Тин Канделаки. 15 лет назад еще не был в такой степени размотки интернет развит. И в основном это были слухи. И потом они стали множиться, конечно. И это имя впервые узнали миллионы граждан нашей страны, далеких от СТС, Канделаки, что с ней случилось. Да, оказывается, да нет, она ни в какой не во Франции, она просто уехала из Москвы на несколько дней. Да нет, она вообще-то в Москве, она заболела, у нее корили, свинка. Она лежит дома, инфекционное заболевание, поэтому она не выходит. Не, ну что, да нет, ну как же так. Потом стали просачиваться слухи из канала СТС о том, что она действительно попросилась у Роднянского на несколько дней, чтобы ее отпустили на пару выходных во Францию покататься, друзья пригласили. Вот она там случайно оказалась в машине Феррари, которая случайно, нарушая точно так же скоростной режим, врезалась куда-то там, загорелась. И водители этой машины, и ее владелец, и Тина получили ожоги. Тина меньше, водитель машины больше, они оказались в больнице. Откуда потом Тина аккуратно сумела смотаться, уехать. Но французские полицейские, дети сущие, они же не понимают, о чем идет речь. У них есть информация закрытая, они не выдают. А то, что не закрыто, они выдают легко. И комиссар французской полиции открытым текстом пресс-конференции назвал имя россиянки, которая была в машине. Сегодня история эта гремела бы неделями со страшной силой. Тогда она как-то так довольно быстро сошла на нет. 15 лет прошло, интернет развился очень и очень сильно. А цена имени стала дороже. Все дороже, дороже, дороже и дороже. В этом есть колоссальные минусы. Ты перестаешь принадлежать себе. Любое твое слово, любой твой шаг, любая твоя шмотка, которая на тебе висит, взгляд, что угодно, становятся необычайно дорогими. Но я хочу на позитивный, но закончить на смешной. Есть ведь и плюсы в громком имени. Это можно обернуть в бабки. Это можно обернуть в какие-то кайфы. И так было всегда. И вот я вспоминаю одну историю про цену имени, которую слышал от Константина Аркадьевича Райкина. Константин Райкин, выдающийся режиссер и актер, театр «Сатирикон», все знают, актер плестательный, человек вот такой, мудрейший. Он рассказывал мне однажды о своем папе. А папа был великий Аркадий Райкин, как бы король советского юмора. То есть юмор – синоним слова «райкин». Было для любого советского человека, без всяких интернетов, без телевидения даже почти. Только газеты и радио все знали. Райкин – кто такой Райкин? Райкин – это смешно. Пушкин – это стихи. Ленин – это наше все. Вот. Этого масштаба имя. И вот представьте себе картину. Великий Райкин жил в 40-е и 50-е годы в Ленинграде в коммунальной квартире. Ну, тогда большинство жило в коммунальных квартирах. Гигантская дореволюционная старинная квартира, в которой семья Райкина занимала две комнаты. И все. Большие комнаты. Все. Остальное – общая. Кухня – общая. Санузел – общий. Уборная – ванная. То есть все жители всех семей коммуналки ими пользуются. И вот однажды, напомню, говорю про цену имени, однажды ночью Великий Райкин в пижаме выходит в коридор коммунальной квартиры по нужде. Ну, вот даже у великих людей бывают такие моменты, когда им может приспичить и нужно выскочить срочно в убор. Ночь. Великий Райкин выходит в коридор. Прихожая – общая. В квартиру. Вход с лестницы. Висят пальто жители этой квартиры. И вдруг Райкин видит, что кто-то, некто, аккуратно, тихонечко роется в карманах этих пальто. Злоумышленник, вор, домушник. Он вскрыл дверь. Как правило, в коммунальные квартиры замки общие. Жильцы не запаривались ставить крепкие. У себя в комнаты ставили крепкие замки, чтобы к ним не лазали. А общие места, да, плевать. Видимо, был слабый замочек. Он открыл этот замочек, зашел. И тихонечко, пока все спали, он шарил по карманам. И тут выходит Райкин. И этот матерый домушник видит его. После чего он говорит только одно слово. Райкин. И задом, открыв дверь, тихонечко исчезает, уходит на улицу и пропадает. Вот, товарищи, что значит цена имени. Что она значила в ту эпоху, когда не было никаких интернетов, инстаграмов, телеграмов. Ну а что она значит сегодня? Мы велели только что в этом случае, случившемся с Ксюшей Собчак, попавшей в трагическую автокатастрофу. Ну, она осталась жива, и слава богу, к сожалению, не обо всех так можно сказать.